Друзья, привет! Мы седьмой день в Египте, находимся в Луксоре и сегодня мы с утра уже привычно ни свет ни заря вскочили и в 6 утра уже покупали билеты смотреть храмовый комплекс Карнаки. Ранний подъем и в 6 утра наша маленькая группа уже у ворот Карнакского храма. Сегодня мы первые туристы, кроме нас и служителей тут только многочисленные египетские дворняги. Посетители подтянулись лишь часа два спустя. Этот знаменитый храмовый комплекс считается крупнейшим в мире древним культовым сооружением. Первый храм Омона воздвигли здесь в 20 веке до нашей эры, но каждый царь старался сделать свой вклад в величие Карнака, построить здесь что-нибудь еще. В эпоху нового царства Карнак был главным средоточием религиозного культа. Я веду трансляцию для неспящих россиян. С телефоном в руках, минуя бароноголовых сфинксов, прохожу ворота и движусь дальше среди монументальных колонн большого гипостильного зала. Впереди два огромных гранитных обелиска. Один поменьше Тутмоса первого и второй побольше Хадшипсут. Его вес 330 тонн, высота 28 метров. Когда-то обелисков Хадшипсут было четыре. Их транспортировка изображена в храме Хадшипсут на другом берегу Нила. А один из обелисков, установленных в Карнаке Тутмосом третьим, мы с вами видели в Стамбуле, Константинополе, куда эту громадину перевезли в 390 году нашей эры. Фрагмент еще одного обелиска Хадшипсут лежит неподалеку. Вблизи можно осмотреть и прорези на нем, выполненные, как пишет один альтернативный сайт, на пределе современных камнерезных технологий. Однако взгляните. Предел технологии я представлял себе не так. А еще вспоминаю разговоры о том, что иероглифы, мол, выдавливались штампиком на мягком граните. Легко убедиться, что все символы на поверхности обелисков чуть-чуть, но разные. Штампиком тут не пахнет. Не увидели мы и идеальных внутренних углов. Между плоскостями в рельефах всегда есть заметное скругление, если, конечно, не разглядывать обелиск с расстояния 15 метров. Но главная наша цель – гранитные ворота пилона Тутмоса третьего. На этих воротах есть воспетые немогликами декоративные пропилы, которые якобы невозможно выполнить даже современным инструментом. Узкие, с одинаковым профилем на всю многометровую длину и так далее. Николай Васютин не так давно сам пилил гранит медной пилой с абразивом. Поэтому ему не терпелось сравнить свой результат с древнеегипетскими. Коля, что у тебя получилось? Так, ну, так как инструмент измерительно использовать нельзя, я сделал вот такие вот уголочки, нарезал с определенными углами. То есть это углы кратные 3 градусам, 6, 9, 12, 15 и 20 градусов. И мы можем просто посмотреть по длине этой прорези, как меняется угол. То есть, потому что в одном из фильмов говорилось, говорилось, что здесь форма вот этого надреза, она, сколько хватает глаз, везде одинаковая. Да, но тут, кстати говоря, вот сразу можно посмотреть, что он вообще немножко извивается. Ну, его даже на глаз видно, что и форма прорези, и направление ее тоже меняется очень сильно. Ну, давай посмотрим, сколько там угол получается. Так, ну, если вот здесь, я не знаю, у меня вот, например, не берет макро, здесь где-то градусов 13. Притом видно, что стенка изогнута надреза. Где-то 13 градусов, вот я туда заткнул, я специально скруглил немножко, чтобы там радиус этот не мешал нам. И вот получается здесь, ну, вот оно. Здесь где-то 13 градусов. Ага. А если мы поставим, не знаю, там увидят, нет? Вот здесь вот, да, там уже не 13. Да, уже больше. А тут так вообще вон. Все 20. Ну, то есть угол меняется в разных местах местах. Да, вот сейчас давай возьму 15. Вот 15 градусов, да. И тут его 15 и мало. 15 и мало, да. Нет, 20 уже много. Вот тут 20 все, видишь, да? Ага. Вот тут 20. То есть он меняется где-то там градусов от 10 до 20. Ага. А вот там выше, там он еще шире, но мы туда уже никак не достанем. Ну, и твое резюме, так сказать, как это было сделано? Это сделано было коротенькой шлицовочкой, пилочкой, небольшой там сантиметров 10-20-30 длину и тонким металлом. То есть, ребята, мы использовали очень толстый металл. Это где-то мы используем 3-5 миллиметров металл, поэтому у нас... Медное полотно. Да, медное полотно отковали его, поэтому прорезь была у нас пошире немножко. А здесь используют тонкий металл, то есть они отковали там тоньше миллиметра, полмиллиметра может быть. Ага. Это тоже не проблема. Кто-то скажет, что это слишком толстый металл. На самом деле тонкий металл, это на самом деле не проблема. То есть, египтяне умели делать и сусальное золото, и отковать его даже до долей миллиметра проблем никаких у них не составляло. Но это же будет такая хлипкая, так сказать, мягкая. Ничего подобного. Нет? Я работал вот таким металлом, это 0,6 миллиметра. Весьма жесткий металл, то есть, ну, конечно... Конечно будет. Коротенькими, потихонечку, потихонечку. То есть они двигались вот так? Да, да, да. Так же, как вам не нужно иметь длинный нож для того, чтобы сделать длинную прорезь там на каком-нибудь масле, да? Точно так же не нужно иметь длинную пилу, чтобы сделать вот такую вот прорезь. То есть можно взять буквально коротенький, коротенькую пилочку и потихонечку, потихонечку вышлифовать, вышлифовать, продвигаясь дальше, 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 дальше. Увидели мы и наши любимые отверстия, высверленные в камни. В том числе и одно из самых крупных – ступица в воротах диаметром не менее 30 сантиметров. Это зрелище вдохновило нас на проведение нового эксперимента под кодовым названием «Большая труба», который прошел чуть позже, в начале июня 2018 года. Еще один неуместный артефакт – статуя Амон-Ра с лицом Тутанхамона. Эта скульптура попала в книгу авторов новой хронологии Фоменко и Носовского, как сделанная из бетона. Цитирую. «Рубашка отслаивается, как кожа, и становится виден основной, более мягкий бетонный массив статуи». На самом деле бетон действительно использован при недавней реставрации статуи. Это легко выяснить, если сравнить современный вид скульптуры с фотографиями начала 20 века. Бродим по огромной территории, мимо священного озера, мимо знаменитого каменного скоробея, мимо часовен, пилонов и статуй. Шестого и седьмого марта смотрите форум «Ученые против мифов 14». Программа и билеты по ссылке в описании. А здесь начинается аллея сфинксов, более 1300 статуй. Аллея тянется почти на 3 километра, соединяя храмы Карнака и Луксора. Во многих местах идет реконструкция, даже возвышается подъемный кран. Кто-нибудь обязательно скажет «смотрите, египтяне явно подделывают древние храмы». Среди множества достопримечательностей Карнака так называемое поле камней. Большая площадь сплошь покрыта разноразмерными каменными блоками и фрагментами статуй. Множество сооружений были еще в древности разобраны и использованы как строительный материал, другие сами разрушались в течение столетий. Обломки разных эпох собраны здесь. Как мне рассказали, археологи сканируют каждый такой объект, определяют его происхождение, потом пытаются подогнать 3D-модели друг к другу, делают виртуальную реконструкцию, чтобы затем восстановить древнюю постройку в реальности. На некоторых блоках поля камней мы увидели прорези с профилем в виде ласточкиного хвоста. Выглядит как паз с двумя расходящимися лучами. По мнению некоторых альтернативщиков, подобное тоже невозможно сделать примитивными инструментами. – Коля, что ты можешь сказать, что он расходящийся угол? – Все достаточно просто. Здесь сделаны два надреза под углом друг к другу. – То есть сначала они вот так пилили, а потом еще раз вот так? – Так и вот так сделали, и между ними выбрали материал. Ну у нас даже есть где-то картиночка такая, зарисовка, как это делалось. Все видно хорошо, что эта прорезь достаточно неровная, не одинаковой толщины идет, немножко гуляет. То есть везде только следы ручного труда. Да и сами формы надрезов чуть-чуть отличаются. – Правый от левого ты имеешь? – Конечно, конечно, да. Углы и там кромки отличаются. – Да, Николай, ты посмотрел здесь уже много результатов работы древних мастеров по камню. Ну и как, ты впечатлен? – Я очки только надену, это уже очень ярко. Прошу прощения. Я впечатлен, но и впечатлен масштабом, размерами и просто величием этого памятника. И, с другой стороны, я разочарован, потому что я ожидал увидеть действительно очень высококачественные какие-то работы. И я фактически их, ну я нигде их не нашел на самом деле. То есть те иероглифы, которые выбиты на камне, они не того качества, которого я ожидал. Любопытная деталь, типичная для египетских древностей, незавершенность некоторых построек. Например, у небольшой часовни фараона Сети II, внука Рансесса Великого. Часть стен имеет хорошую отделку, отшлифована и покрыта рельефами. А часть сделана из грубых песчаниковых блоков. Рядом находится стена более позднего пилона Никтонеба, которая выглядит так же грубо. Поверхность блоков со следами от зубил очень похожа на стены каменоломни в Гебель-Эль-Силсила, которую мы посещали в прошлом году. Возможно, когда строили пилон, часовню повредили. Может быть, частично разбирали, чтобы не мешало. А потом ремонтировали, но бросили, не закончив. Также не завершен вот этот ряд колонн рядом с часовней. Одна из колонн представляет собой стопку едва обработанных блоков. По-видимому, это отражает процесс строительства. Сначала складываем блоки один на другой, а потом уже на месте выравниваем. Вторая колонна примерно такая же наполовину вросла в стену пилона. Колонны, судя по разнице в размерах, возводились в разное время, что неудивительно. Храмы Карнака строились и перестраивались в течение двух тысяч лет. Кстати, рядом с пилоном сохранились остатки кирпичного пандуса, который, видимо, использовался при строительстве или отделке. Комплекс Карнака столь велик, что по нему спокойно можно бродить несколько дней. Утомленные, покидаем это замечательное место и отправляемся искать какое-нибудь кафе на берегу Нила. Вечером отдыхаем, катаемся по Нилу на Филюке, посещаем так называемый Банановый остров. Кстати, сейчас в кадре Валерий Сенмут, замечательный музыкант и путешественник. Это его музыка звучит в нашем видео. Между прочим, у Валерия есть отличный канал про Египет, на который я рекомендую вам немедленно подписаться. Наша следующая цель – Луксорский храм, находящийся в двух шагах от отеля. Туда мы отправимся завтра. В какой-то момент ветра не было и нас потащили на буксире моторном. Выяснилось, что за этот буксир мы должны якобы заплатить. Это такой восточный маркетинг, к которому мы уже привыкли. Я буду держать вас в курсе. С вами был Александр Соколов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова